Страсти по маршруткам. Так можно назвать публичные слушания по изменениям в работе Чебоксарского транспорта. Мы уже неоднократно говорили, что согласно новой транспортной схеме с городских улиц должны исчезнуть ряд маршруток и автобусов. Мнение жителей и доводы разработчиков слушала Ольга Пырочкина. О публичных слушаниях объявили буквально за день. Однако людей пришло столько, что пришлось стоять в проходах. К сотрудникам Петербургского проектного института транспортной инфраструктуры, который разрабатывал новую транспортную схему для столицы Чувашии, у жителей множество вопросов. Больше всего они опасаются, что в попытке избавить город от пробок и разгрузить дорожную сеть будет разрушена уже сложившаяся система перевозок, которая учитывает интересы всех микрорайонов. Один из споров вокруг маршрута номер 65. Ни одна маршрутка не дублирует 65, а вы его хотите закрыть. А как? У меня супруга каждый день ездит на Калининский район на работу. Вы хотите, чтобы я пересаживался и платил больше денег? В список закрывающихся попали и такие популярные, как 60, 60К, 49, 48 и 56 маршрутки. Жительница микрорайона Финская долина Елена не понимает, как будет выезжать в город, если их отменят. Это два маршрута, которые на сегодняшний день осуществляют перевозку из Финской долины людей в северо-западный район, в ново-южный район. По всему следованию маршрута есть учебные заведения. К 56 маршруту могу сказать, что с Финской долины и из юго-западного района на сегодняшний день это единственный маршрут, который довозит людей до Гладкова. На Гладково находится огромный больничный комплекс. Специалисты отвечают, все на основе расчетов. Если маршрут отменяют, значит у него есть дублеры. Если посмотреть 48 маршрут, то 48 маршрут проходит по улицам, являющимся опорной сетью городской уличной дорожной сети с большим количеством маршрутов городского пассажирского транспорта. Это улица Гражданская, в том числе 9 маршрутов, в том числе 2 троллейбусных. Улица Никольского, 9 маршрутов, в том числе 3 троллейбусных. Сейчас модернизация транспортных схем идет в 38 городах страны в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Правда, не везде попытки преобразования встречают такое сопротивление. Жалобами и обращениями чебоксарцы завалили не только приемные городских депутатов, но и общероссийское объединение пассажиров. Его представитель экстренно приехал на публичное слушание. Чебоксары долгое время уже являются примером по своей транспортной инфраструктуре. И сейчас опросы были на сайте города, что довольны ли вы транспортом. 80% довольны. Тогда возникает вопрос, а нужны ли вообще изменения. Нужно найти какое-то компромиссное решение. И опять же, это мнение надо спрашивать у жителей. Они каждый день ездят. Ситуация на контроле у Минстроя России отметила представитель общероссийского объединения пассажиров. Что касается публичных слушаний, то в этот раз конструктивного диалога не получилось. Вопросов пока больше, чем ответов. А значит, впереди серьезная работа, чтобы найти компромисс. Ольга Пырочкина, Арена Гавилян, Республика.